Здравствуйте, Инна Борисовна! Здравствуйте, Альбина! Сегодня мы поговорим о деятельности Фонда развития промышленности. Скажите, пожалуйста, что является основной целью? Основной целью деятельности Фонда развития промышленности является поддержка промышленных предприятий, зарегистрированных на территории Карачао-Черкесской Республики, путем финансирования инвестиционных проектов в форме модернизации производства, реконструкции, запуск нового производства. Кто может обратиться в Фонд за получением поддержки? Юридическое лицо, коммерческая организация, зарегистрированная также на территории Карачао-Черкесской Республики с видом экономической деятельности, обрабатывающего производства. Это обязательно одним из условий таких основных у Фонда. Это именно обрабатывающее производство. Какие меры поддержки действуют в Фонде развития промышленности? В Фонде действуют пять программ. Из них две региональные программы. Это как проект развития. Условия программы проекта развития являются сумма займа до 50 миллионов по 3% годовых и сроком до 5 лет. Также еще вторая программа у нас – это оборотный капитал. Условия программы являются сумма займа до 15 миллионов, также 3% годовых и сроком до 2 лет. А по трем другим программам – это программы такие, как совместное софинансирование с Фондом развития промышленности Российской Федерации. Там у нас действуют три программы. Это комплектующие изделия, программы проекта развития и повышение производительности труда. У них одинаковые условия, сумма займа является от 20 до 200 миллионов рублей и условия такие, как 3% годовых и сумма займа до 5 лет. Но по совместным проектам для промышленных предприятий являются более такие лояльные условия. Ключевая ставка может понизиться до 1%, если предприятие будет выполнять такие условия, как под обеспечение они могут предоставить Фонду развития промышленности банковскую гарантию, либо же в рамках инвестиционного проекта они могут купить, приобрести оборудование российское. То есть по этим условиям ключевая ставка снижается от 3 до 1. Инна Борисовна, как предприятию выбрать программу? Предприятие может обратиться в Фонд развития промышленности для разъяснений, какие действуют программы регионального значения, федерального. Могут прийти в фонд, расположенный по адресу города Черкесск, улица Калантеевского, 36. Также зайти на сайт Фонд развития промышленности Карачао-Черкесской республики. Там вся информация, все программы наши размещены. Также было бы хорошо, если бы предприятия приходили к нам. Мы консультируем полностью, подбираем индивидуально каждому предприятию потребность им в займах, какая им нужна программа, что нужно, какие условия, как будет лучше. То есть это ведется работа полностью. Что Вы можете сказать о результатах работы Фонда развития промышленности? На сегодняшний день Фонд развития промышленности поддержал три проекта. Из них два проекта инвестиционными являются. Проект такой, как автоматизация линий сортировки PET-бутылок и проект по росту и расширению ассортимента поликарбоната и полипропилена. В 2022 году действовала программа «Гранты». «Гранты» на компенсацию части затрат на уплату процентов. Также фонд поддержал предприятия, но эта программа завершена в 2022 году. То есть на сегодняшний день она не действует. Место реализации проекта только в Черкесске? Место реализации проекта не только в Черкесске. Фонд развития промышленности осуществляет место реализации проекта на всей территории Карачао-Черкесской республики. Мы лично поддержали в Усть-Джигутинском, у нас находится один проект, в Хабесском районе, ну и в других районах нашей республики. Расскажите про достижения Фонда развития промышленности. Благодаря выданным займам произошел рост производства и выручки новой продукции, что привело к увеличению налогового поступления в республиканский бюджет. Могут ли к Вам обратиться предприятия, которые только начинают свою деятельность в развитии производства? Могут обратиться предприятия, как действующие, так и вновь созданные предприятия. Но на момент подачи заявки для вложения собственных средств должен быть как бы у вновь созданного предприятия поручитель. То есть это группа предприятий, либо надежное предприятие, которое поможет вновь созданному предприятию вложить собственные средства, то есть в рамках проекта инвестиционного. Да, поэтому они имеют право и действующие, и вновь созданные предприятия обратиться в фонд. Это не является отказом для фонда. На какую сумму займа может претендовать заявитель? В программе «Проект развития», региональная программа, предприятие может претендовать на сумму до 50 миллионов. По совместным с фондом развития промышленности Российской Федерации предприятие может претендовать от суммы займа от 20 миллионов до 200 миллионов рублей. А по прямому финансированию фонд развития промышленности, там сумма займа для заемщика, то есть он, если самостоятельно подается в фонд развития промышленности, сумма займа увеличивается от 100 миллионов рублей до 1 миллиарда. Сколько заявок на рассмотрение фонда может направить предприятие? У фонда есть ограничения. Заемщик может получить займ, не превышающий двух заявок и действующего займа, то есть не больше двух. Инна Борисовна, возможно ли досрочное погашение займа? Да, заемщик может погасить на любом этапе кредит без каких-либо штрафных санкций, но с заемщика не снимается ответственность по показателям, исполнению показателей в течение всего срока действия займа. То есть он должен исполнить все свои обязательства, которые были возложены на него. Должен ли заявитель вложить свои средства в финансирование? Да, должен. По программе проект развития, региональной программе до 50%, не менее 50% он обязан вложить. По трем совместным программам, фонд развития промышленности Российской Федерации, федеральный фонд, то есть там софинансирование идет 20%, ну 80 на 20. То есть 80 это федеральный фонд совместно с нами, а 20% это заявитель. Раньше были условия такие, сейчас были внесены изменения в программы федеральным фондом развития промышленности, были условия 70 на 30, а в этом году они стали 80 на 20. То есть всегда федеральный фонд, региональный фонд идет на улучшение условий промышленных предприятий. Что может являться обеспечением займа? Обеспечением займа может поступать залог имущества заявителя, банковская гарантия, залог третьих лиц и гарантийный фонд. Какие проблемы чаще всего возникают при выдаче займов? Ну проблема с логистикой, с выбором поставщиков. Раньше до санкций были поставщики как западные, мы могли легко ввозить оборудование, покупать, в сроки устанавливать. На сегодняшний день промышленные предприятия все практически перешли на покупку оборудования из Китая, ну и из России. В этом направлении фонд развития работает активно с оплатой. Тоже возникают у нас, были такие проблемы у нас по оплате, но это все решаемо. Мы взаимодействуем с банками, с заемщиками, работаем плотно, стараемся им помочь и решаются все проблемы. Какой контроль производится после выдачи займов? Естественно, фонд ведет контроль. Мы выезжаем на предприятие, смотрим, какое было куплено оборудование в рамках проекта, введено ли оно в сроки в эксплуатацию. Также поставлено ли оно на учет, выполняются ли показатели, которые прописаны в бизнес-плане. Но на сегодняшний день по действующим нашим проектам все выполняется в срок, все плановые показатели выполняются, ведутся платежи основного долга, процентов. Все налажено на сегодняшний день хорошо. Инна Борисовна, на этом вопросе мы завершаем нашу беседу. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok